МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Административную нагрузку на бизнес снизят в Казахстане. Такой закон одобрили на неделе в Сенате. Концептуально поддержав новеллы документа, сенаторы, однако, предложили внести в его отдельные положения ряд поправок. Одобрили его в новой редакции и направили документ обратно в Можелис. Итак, для чего нужен новый закон? Прежде всего, он разработан для совершенствования законодательства в сфере предпринимательства. Его главная задача – создание благоприятных условий для развития бизнеса. А для этого нужно в первую очередь снизить административную нагрузку на бизнес и устранить необоснованные барьеры. Для этого в документе были пересмотрены нормы, регулирующие порядок государственного контроля и надзора, что конкретно будет изменено. Так, в законе закрепили порядок контроля госорганов в десяти сферах, регламентировали меры оперативного реагирования, прописали дополнительные меры по обеспечению отечественным сырьем предприятий, обрабатывающей промышленности, предусмотрели усиление государственного контроля за соблюдением размера предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары. Что изменили сенаторы, дополнения депутатов Верхней Палаты Парламента касаются приведения отдельных норм законов в соответствии с принципами и подходами регуляторной политики, порядка применения торговой надбавки, реализации механизмов, стабилизации цен на товары, входящих в продуктовую корзину, с учетом адресной поддержки социально уязвимых слоев населения. По поручению президента страны Касымжумарта Кемелевича Тукаева в стране ведется системная работа по совершенствованию законодательства в сфере предпринимательства. Депутатами Палаты сегодня были одобрены отдельные статьи закона в новой редакции. Посредством данных поправок были актуализированы отдельные нормы закона, регулирующие предпринимательскую деятельность с учетом интересов бизнеса и общества. Считаем, что внесенные изменения позволяют максимально упростить применение законов для бизнеса и будут способствовать развитию предпринимательства в стране. Обратить внимание на проблемы отечественных аграриев потребовали сенаторы. В депутатском запросе на имя главы Кабмина Ярнура Айткенов озвучил те вызовы, с которыми могут столкнуться казахстанский сельхозтоваропроизводитель уже в ближайшее время. Фермеры не могут в полном объеме формировать семенной фонд для проведения весенне-полевых работ. Все дело в том, что в прошлом году в центральных и северных областях страны из-за неблагоприятных погодных условий сначала засушливое лето, затем дожди, во время уборки урожайность была меньше, чем обычно, а того, что удалось собрать, недостаточно для посева в этом году. Проблема нехватки качественных семян является особенно актуальной для хозяйств в Павлодарской, Кустанайской, Североказахстанской и Акмолинской областях основных зерносеющих в нашей стране. Особенно остро этот вопрос стоит в Павлодарской области, аграрии которой и обратились с просьбой к сенатору. Павлодарский филиал Ассоциации фермеров Казахстана отмечает следующие проблемные вопросы. АОНК «Продкорпорация» объявила форвардный закуп. При этом одними из требований является средняя урожайность за 2022-2023 года по пшенице не менее 10 центов с гектара, по подсолнечнику 8 центов с гектара. И это в условиях всем известного факта засухи в Павлодарской области. Большинство фермеров Павлодарского региона произвели пролонгацию кредитов 2023 года и не имеют залогов для получения займов в текущем году. Это значит, что у фермеров Павлодарского региона практически отсутствует возможность привлечения займа на весеннеполевые и уборочные работы в этом году. Именно поэтому в качестве решения проблемы может быть использован механизм финансирования через проткорпорацию под залог трехстороннего договора «Корпорация-производитель-переработчик». В рамках этой схемы проткорпорация будет финансировать аграриев на льготных условиях с оплатой аванса в размере 70% от фиксированной цены для проведения весеннеполевых работ. Фиксирование цены обеспечит страхование рисков фермеров от резкого понижения цены на сельхозпродукцию, которая может вызвана высоким урожаем или демпингом цен со стороны других государств. О том, как некачественное удобрение попадает на поля казахстанских аграриев, рассказал в своем депутатском запросе Андрей Лукин. Сенатор озвучил масштабную проблему серого импорта, которая касается даже государственных закупок за бюджетные средства. Например, по данным сенатора, выявлено, что за 2022 год по всему Казахстану на получение субсидий поступило почти 18 тысяч заявок на сумму более 38 миллиардов тенге. Из них в 364 случаях субсидий выплачены на основе незаконных сертификатов. Общая сумма ущерба – больше 1 миллиарда тенге. И проблема касается не только сферы сельского хозяйства, но практически всех сфер жизни казахстанцев и имеет системный характер. По словам сенатора, оборот опасной и контрафактной продукции в стране возникает прежде всего из-за ненадлежащего функционирования системы техрегулирования, неэффективного госконтроля, отсутствия превентивного мониторинга потенциальных нарушений и системы обеспечения ответственности участников рынка, в том числе и стран ЕАЭС. Законодательно закрепить принцип соразмерной ответственности, в том числе финансовой ответственности органа сертификации, за весь объем сертифицированной продукции при несоответствии требованиям безопасности или заявленным требованиям. Для решения проблемы Андрей Лукин также предложил главе правительства объединить комитеты техрегулирования и метрологии защиты прав потребителей торговли в один угосорган, который должен будет отвечать за госконтроль за безопасностью продукции и защите прав потребителей. Создать систему превентивного мониторинга потенциальных нарушений, а для этого необходимо цифровизировать систему техрегулирования, интеграция с реестрами и базами данных таможенного регулирования, налогообложения, госзакупок, маркетплейсов и прочих. Создание системы управления рисками и фонового мониторинга, также реестр опасной продукции. Создать эффективную систему обеспечения ответственности участников рынка. Ужесточить административную уголовную ответственность. Обеспечить прослеживаемость процесса и технического регулирования, оценки соответствия и их взаимосвязи с процессами таможенного регулирования, налогообложения, госзакупок и другими процессами. Каким должно быть казахстанское образование в целом и в каком направлении движется сейчас отечественная система просвещения в частности? Вопросы, насколько актуальны, настолько же и критические, и систему образования в нашей стране не критикуют. Сейчас, пожалуй, только ленивый. Не критике, а обсуждению поиску пути и решения проблем было посвящено заседанию диалоговой площадки Олтокмудде. Темой стала будущее современных национальных школ. Гостями площадки Олтокмудде стали эксперты в области образования, культуры и искусства. Совместно с учеными и сенаторами они обсудили тенденции развития национальной системы образования и озвучили предложения по реформированию сферы. А в том, что она нуждается в реформе, солидарны, пожалуй, все приглашенные. Вопрос только в том, какой должна быть идеальная казахстанская школьная система образования. Базовые принципы, доступность для каждого ребенка страны и качество обучения должны быть неизменными. Но важна и школьная инфраструктура, и соответствие современным вызовам и мировым тенденциям. Школа — это основа института, который формирует качество человеческого капитала, а значит, определяет потенциал страны. Считаем важным обозначить три ключевые функции, которые должны стать базовыми для современных школ. Первая — образовательная. При этом важно учитывать индивидуальные особенности учащихся, создавать уникальные новые образовательные программы, системно повышать квалификацию учителей, а также использовать возможности интернета и цифровых ресурсов. Во-вторых, развивать у учащихся навыки soft skills, критического и творческого мышления, коммуникационные навыки, умение работать в команде. В-третьих, важна и воспитательная функция. Привитие как общечеловеческих, так и национальных ценностей. Уважение к старшим, доброта, трудолюбие, сострадание и ответственность. В процессе реформирования национальной системы образования, по мнению спикера Сената, первостепенно внимание необходимо уделить развитию личности учащихся, раскрытия уникальности каждого ребенка. Сейчас в условиях современных общеобразовательных школ сделать это невозможно. Обобщенный метод обучения, который существует сегодня, просто не позволяет педагогам охватить всех учеников в полной мере. Именно поэтому, уверены эксперты, необходимо комплексное развитие всей сферы. Чтобы мы получили такой набор нужных и стране, и обществу, и каждой семье, и самому выпускнику свойства, одних только воспитательных мероприятий, этого недостаточно. Необходимо, чтобы эти ценности и их индикаторы легли в основу каждого компонента образовательного процесса. То есть, что мы делаем? Эти ценности мы закладываем в наш стандарт, затем их закладываем в виде определенных ожидаемых результатов в учебные программы по каждому предмету. Этого также еще маловато. Необходимо, чтобы педагог учебную деятельность, познавательную деятельность детей таким образом, чтобы также там они проявляли навыки эмпатии, взаимоуважения, тайм-менеджмента, регламента. Так, на заседании эксперты озвучили свои предложения по расширению перечной компетенции педагогов образовательных программ и методик обучения реализации госполитики в сфере науки и содействия молодым ученым в проведении современных исследований. Это было время Сената, где мы рассказываем вам о том, как обсуждаются и одобряются законы, направленные на повышение социального благополучия всех граждан страны. Еще больше новостей о деятельности сенаторов вы можете узнать на официальных аккаунтах Палаты в наиболее популярных социальных сетях Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Telegram. Подключиться к обсуждению вопросов, написать свои комментарии и иметь возможность смотреть заседания Палаты в прямом эфире можно, просканировав своим смартфонам QR-коды, которые сейчас вы видите на своих экранах. Подписывайтесь на аккаунты Сената и оставайтесь в курсе событий. До встречи в эфире.